Ленобласть вслед за Петербургом переложит инфраструктурные затраты на девелоперов. Губернатор региона Александр Дрозденко уже обрисовал в общих чертах новую градостроительную политику. Сейчас, по словам Дрозденко, сложилась очень острая ситуация. Муниципалитеты в последние годы согласовали изменение категории значительного количества земель сельхозназначения, дав старт активному жилищному строительству в радиусе 50-70 километров от Петербурга. Теперь муниципалы атакуют правительство Ленобласти, требуя обеспечить новоселов пограничных с городом территорий инфраструктурой. Денег на этого региона нет, так как почти все пограничники работают в Петербурге, где и платят подоходный налог. Получается, что затраты Ленобласти на создание и содержание инфраструктуры не окупятся. При этом Александр Дрозденко заявил, снижать объемы строительства в Ленобласти не предполагается. Запланирован небольшой рост с ориентиром на целевые показатели, которые были определены Минрегионом России в 2011 году. Так, в этом году должно быть возведено 1 млн 136 тысяч квадратных метров жилья, в 2013 – 1 млн 204 тысячи, в 2014 – 1 млн 385 тысяч, а в 2015 – 1 млн 650 тысяч квадратных метров нового жилья. Участники рынка сходятся во мнении, что регулировать застройку в Ленобласти необходимо, так как сейчас она ведется хаотично, без понятных для властей и бизнесменов правил. Директор по инвестициям и консалтингу «Колерс Интернешнл Санкт-Петербург» Владимир Сергунин считает, ревизия девелоперских проектов будет благом для рынка, который столкнулся с проблемой недобросовестных инвесторов. Тех, кто, пользуясь связями в муниципальных и районных администрациях, сумел купить земельные участки на инвестусловиях, а затем не выполнил взятых на себя обязательств. Застройщики уверены, что они уже сейчас достаточно тратиться на инфраструктуру, взять хотя бы масштабное строительство в Кудрово. Заместитель гендиректора компании «Строительный трест» Беслан Берсиров оценил совместные затраты его компании и отдел строя на инфраструктуру в 2008-2010 годах в 1 млрд рублей. Однако, помимо дорог и сетей, нужно строить еще и соцобъекты – школы, детские сады, поликлиники. Девелоперы готовы взять это на себя, но с условием, что Ленобласть выкупит их после сдачи. Однако, судя по заявлениям Александра Дрозденко, шансы на государственное финансирование инфраструктуры в Кудрово стремятся к нулю.